добрый день с вами андрей шалыгин national explorer и интерлопер мы сегодня с вами поговорим о блочных луков когда вы покупаете блочный лук с чего-то надо начинать и для этого нужны какие-то первые сведения если вы охотника сейчас много охотников ружейников очень хотят научиться стрелять из блочных луков из арбалетов это просто не очень интересно это в общем-то промысловый так скажем вариант который не очень нравится минприроды и охот департаменту а блочные луки в общем-то все любят уважают высшее мастерство охотника это именно охота с луком потому что надо подходить на близкие расстояния и в общем-то добывается птицы и звери своими собственными силами без применения каких-либо боеприпасов и всего остального прочего технологии там какой-то оптики и так далее то есть никаких подставок где с кресла сидит там какой-то значит толстяк добывает себе на засидке кабана которого здесь все прикормят с блочным луком все гораздо интереснее сложнее правильнее это действительно охота дело в том что сам по себе лук конечно все говорят это не наши это америка этом индейцы ну глупости значит на руси во-первых все памятники основателям многих городов и на украине в том числе основатели эти самые изображены с луками все помнят там были ных наших богатырей да и в общем-то огнестрела родился не так уж и давно и вся много тысячелетняя история руси эта история охоты с луком прежде всего значит все остальные развлечения там типа рогатины и пищали да они в общем-то были для особо небольшой партии людей которые этим занималась либо от нужды либо от богатства вот лук это всегда было традиционным для руси прежде всего и даже в любой сказке иванушка царевич искал там ждал кощея там где там иголка в яйце так вот он всех пытался застрелить из лука и даже щуку боуфишинг в общем-то на руси пару тысяч лет назад тоже существовал поэтому все это глупость что лук это там не наше вот все это глупость это вот старые дедульки советских времен там стулками которые последний раз охотились а последние 40 лет пишут мемуары вот они такую чушь и несут кстати значит глава охот департамента мин природы российской федерации да антон берсеньев он страстный лучник охотник охотиться на здоровье и спасибо ему и дай бог значит мы в прямую в законе все это в дело пропишем хотя охота с луком в россии не запрещена потому что у нас презумпция невиновности извините разрешено все что не запрещено лук не являющийся оружием то есть лук до 27 килограмм не запрещен никакой охоте это приспособление значит для введения охоты значит та же самая кулемка и все остальное прочее никто вам это ничего не может запретить тогда вот потому что это не попадает под категорию оружия а эта категория нигде не оговорено поэтому все эти глупости бросьте получаете разрешение идете охотитесь если у вас лук соответствующего усилия куплен с документами значит все это разрешено значит что нужно знать для того чтобы вообще подойти к блочному луку блочные луки значит я вам естественно самые разы рассказывать не буду а в целом какие-то более понятные вещи которые в общем-то обрастают легендами мифами и рассказываются в каких-то интерпретациях продавцам значит продавцами которые хотят продать какие-то дурацкие товары которые не завезли минуя налогообложения частным образом и рассказывают про них в сказке значит ну во-первых переноска переноска это то что одевается на лук защищает его блоки она защищает тетиву предохраняет ее от оцелевания повреждения всего остального прочего блоки от ударов по ним вот служит для подвески на канатной дороге или на каком-то сучке или на стенке вот а также на плече как обычный оружейный ремень значит переноски бывают либо вот такие оригинальные мягенькие тепленькие либо вот такие вот капроновые это уже вот с этой моей переноской сделали вот уже массовая производство вот такой вот капроночки значит соответственно цена в разница разница в цене примерно в трое вот существенная разница в том что это приятнее и меньше шумит это в общем-то защищает от влаги получше вот она так внешне симпатичнее ну а она шумит значит лучные луки у нас сегодня в россии 75 процентов продаж от 70 до 75 и вообще от объема проданных охотничьих луков составляют луки bear bear компания лучная номер один это официальное название приз присвоено всемирной американскими торговыми лучными ассоциациями произошло это значит в год 100 десятилетия со дня рождения фреда бэра фред бэр это легендарнейший лучник планеты который охотился с рекурсивным луком где требуется вообще никаких блоков нет а есть только свои руки значит он охотился на все начиная от бурых медведей черных гризли там заканчивая белыми и пизль так называемыми значит дедушка в свои 80 с лишним лет валил самых крупных хищников планеты с ближайших расстояний обычным рекурсивом бэра причем эти луки выпускаются до сих пор и никто их производство никогда не прекратит это луки легенды их придумал сам бэр во многом большинство того что заложено в эти луки это является в общем-то теми идеями которые еще фред бэр завещал продвигать и на этом основывать свое производство значит бэр оставил после себя определенные совершенно постулаты которых компания бэр арчери придерживается на протяжении многих лет и будет придерживаться дальше это должны быть луки для всех поэтому луки бэр никогда не будут луками дорогими и они всегда будут луками только охотничьими бэр никогда не выпускал спортивных луков не стремится к этому не собирается этого делать и не собирается на этом зарабатывать так же как на дизайне продажи там аксессуаров во всем прочее это луки для охоты больше ничего значит для того чтобы так как очень многие бегают и там кричать там вот там этот то лучше этот то лучше значит рассказываю национальный рекорд канады а национальный рекорд по стрельбе и звука это вы сами понимаете это исторически самое большое достижение количества очков значит во взрослом дивизионе в этом году ну пару месяцев назад поставлена с луком анархия что такое лук анархия анархия это вот такие самый большой с размахом плеч самым огромным охотничий лук бэр значит в норами позапрошлого года который до сих пор находится в линейке луков бэр и продается сегодня каждый год модифицируясь вот это лук предназначены для стрельбы на самые гигантские дистанции значит нас и поражение самых больших крупных животных а вот с этим луком установлен на спортивном соревновании среди спортсменов являющих спортивными луками национальный рекорд канады и только что с этим же луком на четверджение выиграны состязания спортивные штаты опять же первоместное максимальное количество очков вот так вот бэр арчери показывает что такое охотничий луки бэр периодически вторгаясь в мир спорта и наказывая особо взорвавшихся наглецов поэтому значит бэры это всегда 50 процентов цены максимально продаваемых луков вообще в топе то есть если допустим выберете топ хойта делите пополам это цена такого же одноклассового бэра значит именно вот этот фактор а также то что это именно луки охотничий прежде всего то есть практически не убиваемые до последних лет это были единственные луки в мире которые выдерживают холостой выстрел а холостой выстрел губителен для всех блочных луков как правило за исключением значит пары фирм до последнего времени эти было только бэры сейчас отчасти можно назвать такие же качества значит присущими отдельным моделям хойта значит вообще в мире бэр занимает достаточно небольшой объем продаж и не собирается увеличивать свое производство от 15 до 25 процентов в целом по миру в российской федерации 7 75 процентов в зависимости значит от того как считать и что считать собственно говоря охотничьими луками значит связано это с тем что россия исторически до значит тяготеет к бюджетному сегменту а также к надежности нам бы что покрепче значит да что подешевле чтобы по башке дал и убила насмерть вот нам вот такие луки более всего нравится природа кадьяков который бэр придумал свои луки в первую очередь для поражения крупных хищников огромные кадьякские волки медведи лось и это но это камчатский фактически там аляскинский лось там и все медведи это камчатский опять же практически медведь там да и местное население там это практически наши собственно говоря коренные национальности вот севера и северо-востока россии поэтому шо ж там греха таить природа у нас одинаковая наклонности у нас одинаковые и в общем то значит нашей природе характерна именно тенденция к тяготению именно вот таким луком значит то я вам для примера взял лучший лук 2013 года вот значит лук самыми меньшими вибрациями среди десяти топов которые когда-либо назывались а вот значит это самое это у нас во всех журналах у нас на сайтах можете посмотреть со всеми техническими выкладками и заключение экспертов значит если здесь дистанции вибрации 140 то здесь вот на то походит а это дистанции вибрации 210 децибел разница практически в 75 плюс 75 процентов до более чем в полтора раза называется почувствуйте разницу значит блочный лук это рама вот многие называют вот эту рукоятка это не рукоятка вот рукоятка она может быть и может не быть лучшего рукав рукояткой не пользоваться поэтому бэра изначально ставят резиночку небольшую эту резиночку хорошо в общем то имеет зимой летом она не очень нам нужно там снизу есть специальные накладки вот можно обойтись без нее снять вообще усилием блоков обычный архимедовый принцип блоков значит сжимаются плечи уберов плечи на мирные значит натягиваются троса вытягивается тетива обратно когда отпускаете блочная система приходит в месте силы выбрасывает стрелу значит принцип очень простой с этими луками нормальная охотничья дистанция для среднего охотника 40 60 метров значит я на них охочусь на 100 120 вот и кто скажет ха-ха пусть придет ко мне я с ним лично забью на штук 10-20 баксов заработаю в течение 15 минут вот и пусть этот мальчик потом бежит куда-нибудь ха-ха в другое место значит я уже неоднократно показывал как стреляют значит на 100 150 метров сразу их луков камерон хейнс про стаффер хойта с этими луками стреляет спокойно тоже на 150 метров и бьет оленей поэтому все что в россии где-то там на помойных форумах там начинается ха-ха вот это все люди которые никогда ни из чего никуда не попадали самоучредили какие-то дворовые ассоциации пионеров и школьников и бегают там не имея непредставительства там по 15 человек нам в кучке и рассказывают сказки значит порочи хорошие мировые бренды рассказывая что надо покупать китай подделки и все остальные прочие фирмы которые даже не участвуют в мировых выставках арчи снаряжение вообще допустим мэтьюс не участвует нигде его просто там нет значит можете проверить это сто пятьдесят четыре раза это так это уже так не первую пятилетку значит поэтому значит рассказываю для тех кто первый раз с этим сталкивается фирма сателлит барарчи трофи райт или ридж это кто как говорит по-английски по-американски выпускает специальные прицелы это smart прицелы самонастраивающиеся так называемые логарифмические вот это smart pin react пристреливаете один пин двигаете вот этот вот винтик и они все логарифмически разряжаются чем дальше тем они больше разъезжаются этот по чуть-чуть это побольше еще больше это на совсем большую дистанцию в идеале надо пристрелять первые последние все промежуточные лягут на своей дистанции которые равны как правило и американцы оцифровывают это в ярдах 20 30 40 50 60 а я вам это все запросто пристреляю в метрах и это будет там понимаете да да хоть в километрах если поставить соответствующие блоки соответствующий лук выйти к стрелу и все остальное прочее поэтому смысла физического величинах и выходные размерности в общем-то нет просто сама баллистическая кривая она вот так вот она хоть метр хоть километр все равно она баллистическая кривая потому что никто ускорение свободного падения не отменял и она для всех одинаково что быстрее падает там килограмм пуха там до или к килограмм железа это за загадка до вопроса из ряда первого класса расчете на то что ты дурак и очень многие в россии а как правило научных форумах у нас больше 75 процентов таких потому что у нас даже медкомиссия в армии устанавливаешь у нас маргинальность по большинству своему до выше 75 процентов да вот увы на это можно спросить в любом майнкомате и поэтому у нас там рассказывают там сказки что это ярды а у него там метр и там все забыть по 9 и 8 десятых школьный курс гиря чайник и пакет с деревяшками падают одинаково если нет сопротивление ветра а вот сопротивление среды и все такое прочее это уже зависит от калибра стрелы поэтому значит чем меньше тоньше и тяжелее значит она естественно меньше сопротивляется ветру вот дальше может пролететь и больше пробивающая способность то есть для того чтобы понимать что делает блочный лук нужно знать элементарную физику значит разъезжающийся прицел здесь это на ближней дистанции большое поле зрения большое число пинов у вас убегает зайчик на вас набегает значит на засидку кабанчик вот вы на любой дистанции сопровождая его всегда можете выстрелить по первому второму третьему четвертому пятому пину а я пристреливаю еще край рамки и нижнюю часть и верхнюю и сюда ставлю двадцатку и здесь у меня на прицеле который рассчитан на 70 там 80 метров максимум у меня здесь получается 120 по крайним этим самым и я хожу и спокойно себе стреляю ничего при этом не придумывая если вам надо стрелять дальше в столовой точке прицеливая у вас является пипсайд это может быть вот такая вот колбаса вот это может быть маленькая просто такая шайбочка шаричек и вот диаметр вот этой вот штучки и все что здесь наворочено зависит того насколько близко вы подводите тетиву глазу и какой диаметр у вас наружи прицела ваша задача при вытеде лука совместить вот этот вот край светящийся он здесь подсвечивается прицела с вот тем маленьким отверстием который имеется здесь в пипсайте вы смотрите здесь совмещаете два кольца вот эту дырочку в пипсайте с вот этой вот круглой рамочкой а дальше выбираете дальность в зависимости от того на какой у вас находится животное там цель и еще что-то и выбирая дальность вверх-вниз по пенам вводите значит в зависимости от того какая вам нужна на какой находится объект поражения потому пипсайту выставив его на животинку и стреляете вот принцип попадания совершенно простой так же как оружейник ведете за животным и в процессе стрельбы не прекращаете вести естественно берете определенные упреждения вот то есть ничего совершенно нового нет чем дальше прицел расположен от рамы тем соответственно база прицеливания между пипсайтом и прицелом больше тем проще вам наводить тем точнее ваша стрельба для ближней дистанции нужны прицелы с большими визирами догонно-угонные возможности вот я сейчас буду стрелять по утке там по гуси у меня здесь постоянно над домом летает эта вся фигня вот мне удобно меняет за дистанции я сразу меняю пин не перестраиваю прицел если я стреляю на дальние дистанции да и мне нужно точно стрелять а что это будет это будет в горах это будет у меня засидка где известное расстояние это будет у меня где-то на пределе каких-то возможностей там через поляну и так далее я возьму прицел с большим выносом где будет один пин всего лишь один но этот пин будет ездить за счет того что вот здесь вот есть целое устройство которое дает ему перестраиваться возможность здесь у меня дистанции чтобы выстрелить куда-то я знаю дистанцию замеряю я ее лазерным дальномером я выставляю эту дистанцию здесь на линеечке и стреляя по одному пин мне ничего не мешает в поле зрения у меня очень маленький радиус здесь мы не нужен маленький пипсайд на большие дистанции все маленькое поэтому мне нужен максимальный вынос раз маленький пипсайд маленький визиру прицела здесь я стреляю значит 150 200 метров вот этот лук он пристрелен значит час на стрельбу 150 200 метров да вот с таким вот стабилизатором и и на видео я вам нормально показывал мы договорились что я 150 не буду показывать вот и 200 а 100 метров с этим луком я недавно показал попадание все в круг 15 сантиметров при ветре 12-15 метров в секунду да и это не самый лучший результат просто выехали показали соответственно вот этого всего тоже может не быть здесь может быть маленькая они бывают 34 там 5 миллиметров все зависит от вот этого калибра и от того как далеко вы от глаза держите пипсайд а пипсайд желательно держать глазу поближе потому что вытягивая значит с блочным луком делая полный вытек делая полный вытек блочного лука нужно взять весь размах стрелы все что она позволяет а это там 29-30 дюймов там даже больше в зависимости от возможности потому что если вы стреляете на большие дистанции стрела должна лететь с планированием чем больше длина стрелы тем лучше ее стабилизация тем лучше коэффициент планирования тем дальше она более того если у вас даже есть запас определенные стрелы торчащие снаружи то при попадании стрелы там в какое-то препятствие у нее передок карбона может растрескиваться если там попался камень и вы всегда можете эти лишние 5-7 сантиметров аккуратненько отрезать снова вклеить insert и наконечник и у вас нормально эта стрела после казалось бы уже выброшенного состояния она нормально еще поработает если вы много стреляете до таких стрел у вас наберется со временем определенного количества вы им дадите вторую жизнь обрезанием поэтому никогда никого не слушайте ничего не обрезайте а некоторые стрелы обрезать противопоказано потому что они переменные балансировки у нее нос трубка более толстостенная она внутри на конус она балансируется на нос она для дальних дистанций и обрезать нельзя иначе полностью баланс стрелы будет потерян и равенство выстрела от стрела к стреле у вас никогда не будет значит поэтому прицел пипсайд должны соответствовать друг другу более того они должны выбираться из вашего вытяга и где у вас находится релиз что такое релиз релиз это вот такая штука которая гребется на запястье при помощи которого растягивается лук можно ли стрелять из глощного рука пальчиками можно для этого существует специальное приспособление не называются флексами побольше резиночка снизу поменьше резиночка сверху захватывайте вытягиваете руками это все нормально кто говорит что этого нельзя тут вообще ничего в луках не соображает значит релизы бывают мягкие запястной это правильный охотничий релиз зимой все нормально подогнать очень просто все мягко одевается поверх любой одежды зацепляется он собственно говоря вот за эту штучку это называется д-петля она бывает как можно вот у нас попроще все делают россии экономят это мягкая веревочка вязочка и и делают вам в магазине а вообще сюда некоторые покупают и в основном за границей так поступает так называемая д-нок это жесткое приспособление которое здесь захватывается она там на болтиках вот зажимается из-за него захват вот здесь вот такая вот бусинка горошинка она стоит отдельные денежки она служит для того чтобы здесь стрела не болталась и значит при захвате ноком стрелы тетилы чтобы вот здесь вот не было никакого вообще биения чтобы выстрел был достаточно точный почему горошинка ставится сверху чтобы пальчиком вверх несмотря на стрелу а вот куда-то вперед на цель могли знать тык тык у вас стрела точно значит на месте находится у кого денег много шарика можно делать два сверху снизу так будет лучше и еще надежнее значит на тетиве никаких особых там вот собственно говоря вещей которые нуждаются в обслуживании не существует кроме поводка полки вот он этот поводочек для чего нужен и что это такое полка это такая штука которая держит стрелу они бывают разные бывают фиксированные бывают падающие бывают охотничьи охотничья полка за это ворсинки такие по кругу расположены в которые вставляется стрела и якобы считается что это очень помогает но ничего не помогает это вообще не охотничьи приспособление выставляете в эту ворсу стрелу чуть-чуть допустим веткам или еще чем-то ударили по этой стреле она здесь через ворсу просаживается в бок и все вы на это даже внимание не обратили начинаете вытягиваться а у вас стрела не в полке и все и дырка там в этой полочке она больше калибра стрелы и стрела там болтается вот со временем это ворса просаживается она просаживается и намокает еще от влаги вот и при проходе оперения при проходит через ворсу значит на 7 как минимум а вообще на 15 процентов тормозится стрела и более того если оперение подогнано неровно то стрела получает пинок под зад и вы попрощаетесь с точностью значит для нормальной стрельбы нужно брать падающие пункт падающие полки их очень много их разных фирм они всякие разные хорошие вот у нас здесь троферайт там революшн вот значит в принципе вот здесь вариант захвата стрелы вот такой она оттуда никуда не девается до вариантов может быть огромное число то есть вот этот поводок дергает полка раскрывается стрела получается как бы вывешенная в пространстве и здесь свободно проходит их очень огромное количество технических вариантов исполнения и если мы вот возьмем полочки на то вот здесь это встает вот такая вот треугольная рогулька да на попасть у хороших полок у дорогих вот здесь вот вот этот поводок к кабелю к тросу крепится значит специальными захватами а не подматывается технически никакой разницы нет значит но вот для того чтобы выглядело все это красиво и можно было десять раз поменять что-то при настройке меняя какие-то установки вот этой вот в растяжке и фунтажа лука то лучше конечно брать значит те полки у которых поводок не привязывающийся как здесь и там а значит привинчивающийся на захватах с чем это еще связано с тем что некоторые не знают свой вытек пытаются сначала стрелять со спортивными релизами потом по-нормальному поохотничьим вытек получается больше чем они изначально привязали вот этот поводок и они просто отрывают вот эту штуку от кабеля приходит а почему не оторвался это потому что вы изначально заказали лук не со своей растяжкой значит растяжка важнейший показатель собственно говоря настройки блочного лука значит совсем глупые люди рассказывают что поставьте стрелу вытяните руки вот здесь вот берем ставим растяжку я уже по этому поводу рассказывал это сумасшедшие надо сразу показать им на дверь и забыть вообще адрес этого сайта телефона и вообще этих людей значит растяжка мериться на конкретном выбранном вами оборудовании требуемой вам комплектации на вас лично персонально человеком который соображает стрельбе из лука вы все поставили и только тогда меряете растяжку потому что держите вы рукоятку так держите ли вы ее так правильно у вас развернуты плечи неправильно развернуты плечи стреляете вы с открытой стойки закрытой стойки релиз у вас кистевой запястный вытек у вас до плеча отсюда или вот этот вот модный поросячий с кисарами с какими-то все зависит от конкретной больше всего стойки и стрелка и его приемов стрельбы потом от оборудования при этом конечно антропометрии никто не отменял но как только у вас плечо было вперед а потом вы его сжали на тяжелом луке потому что вы не можете распрямить плечи он вас задавил зажал вы умерли под этим луком все у вас нет растяжки ошибка в растяжке на 3 дюйма приводит к ухудшению параметра точность на 150 процентов каждый дюйм 50 процентов удельная точность имеется в виду значит соответственно как только вы все подогнали проверили проверьте полностью ли у вас вытягивается лук хватило ли вам растяжки да допустим вот мы берем там лук вот смотрим на блоки вот я дальше тык-тык-тык-тык вот все он уже вышел он физически вышел дальше он не может вот все а у меня что а я еще могу сюда а я и туда могу и сюда могу у меня лук плавает у меня руки не закончились а лук у меня закончился вот это 29 ну я не могу ставить на луках на всех свой тридцатник у меня тогда стрелы с наконечниками лук не по месяц поэтому даже зная свои параметры и зная параметры оборудования не всегда можно все это совместить но можно найти компромисс чем отличается по установке растяжки вот эти два допустим лука двух самых ходовых брендов в мире да которые единственные в общем-то между собой конкурируют вот вот здесь все можно сделать без пресса для того чтобы переставить здесь растяжку вот прямо сейчас на этом луке надо открутить несколько болтов переставить и он у вас будет растягиваться по-другому а здесь мало того что для этого надо поменять эту фигню которая называется сектор для этого нужно еще спецпресс который стоит 50 тысяч рублей вот поэтому сами вы в домашних условиях это не сделаете теоретически можно конечно натянуть веревочку накрутить ее сжать плечи но форс-мажор который при этом может возникнуть он на вашей совести и у вас будет минус 75 тысяч рублей сколько стоит вот этот вот лук поэтому платя большие деньги за что-то это самое вы должны понимать что вы вместе с этим принимаете определенные ограничения на эксплуатацию всей этой красоты поэтому нельзя сделать совершенно одинаковые луки за 25 и за 75 тысяч рублей потому что люди которых продают они тоже не сумасшедшие они бы дешевле продавали если бы могли на этом получить ту же самую маржу но они при норме прибыли должны ставить ту цену которую эта вещь стоит поэтому да это стоит 25 тысяч да это стоит 75 тысяч и это и это сделано в Америке и это старейшие фирмы и Эрл Хойт и Фред Берр это друзья были они прекрасно друг друга знали общались и в общем то заслуги их в истории Арчи они в общем то почти разноразначны потому что Эрл Хойт он все таки инженер технический он придумал определенные вещи потому что вот эта вот пистолетная рукоятка которой пользуется и Берр ну правда здесь нет никакой рукоятки потому что они правильно ее игнорируют но вот эта вот пистолетная рукоятка это опять же детище самого Эрла Хойта поэтому надо отдать должное и тому и тому но здесь эта инженерная мысль она периодически создает какие-то такие вещи которые вот иногда хочется спросить ну надо же что они там курят потому что вот здесь вибрация 140 децибел здесь 210 здесь аэршокс система которая там ходит на обоих плеч там вот эти вот все вот эти вот штуки и все такое прочее там да в Мэтису там вообще там в каждой детальке там по этому демпферу по всякому здесь ничего нет без шумней всех смешно вот при этом надо понимать что вот это вот все технически выполнено более чем качественно это все фрезеровка из литого металла здесь ничего нет клепаного штампованного там и всего остального прочего это очень дорогостоящие производства порошковые там краски вот анодирование там твердое там кадмирование там и все такое прочее вот здесь покрытие пленочное ванного нанесения вот пластика то есть а пластиковка с наваркой вот поэтому все-таки разница в технологиях здесь есть ну иначе бы здесь не за что было платить три цены понимаете да а технический параметр этот лук еще и быстрее вот этот на разрешенном фунтаже в России 63,66 фунтов а в России луки до 27 кг только разрешены он дает максимум 300-305 при 66 фунтах там фута в секунду а этот дает 350 вот при том что он дешевле вот но зато здесь деревянные рукоятки 4 варианта там и все остальное прочее вот поэтому понимаете в общем то люди из Масерати Шамал платят определенные деньги за ту же сумму можно купить там я не знаю там 10 рейнджроверов там вот кому то надо вот значит поэтому нельзя сказать что лучше что хуже они все стоят своих денег весь смысл в подходе жесткая д петля или мягкая как здесь это все зависит от ваших предпочтений как часто вы хотите ее менять и как вам больше нравится ее носить потому что если вы допустим как я там с пристегнутой петлей очень долго и много ходите то конечно наверное вам нужно все таки мягкую ее там чтобы во все стороны мотылялась и это на стрелу не влияло если выстрел один раз далеко из-за ситки и все то есть не по фазам как там 10 раз или 15 раз за охоту бегаешь по ним стреляешь один раз кабан-олень или что-то в этом роде то здесь конечно лучше жесткая петля иногда ее вяжут так чтобы она в бачок смотрела вам вот так удобнее пристегиваться чем вот так тоже есть в этом определенный свой какой-то определенный нюансик значит стабилизаторы с этим я стреляю на 150 и даже на 200 метров вот на на сотку без ветра все это в кружку ложится вот с этим длинненьким значит я стреляю на меньшей дистанции вот этот лук у меня пристрелен в общем-то 20-80 метров то есть это такая охота идешь и что там попадется называется значит но у него длинный стабилизатор дело в том что иногда для стрельбы на маленькие дистанции надо стрелять гораздо точнее чем для стрельбы на большие дистанции потому что там я стреляю по крупному зверю в большое убойное поле и на такой кинематике у меня стрела с таким бродхедом там пропорит все это насквозь и мне без разницы плюс-минус 15-20-30 даже сантиметров по такому объекту а здесь у меня там какая-то там птичка какой-то там зайчик или что-то из-за дерева показалось и вот понимаете если я с 30 метров стреляю по какой-то белочке который выглядывает на дереве из-за дерева на высоте 15 метров у меня в случае промаха по этой самой белочке туда вот на эти 15 метров за той стрелой лезть с топором врубать ее там вот совсем не хочется поэтому как ни парадоксально мне на 30-40-50 метров хочется стрелять гораздо точнее потому что может быть я применю стрелу потоньше вот да наконечник даже по большому зверю такой не совсем скажем так убойный вот допустим спидфайры там да вот и большого зверя вот в нормальное убойное место сразу легко завалю чтобы и потом его долго не преследовать и подранков не плодить вот а на дальнюю дистанцию я поставлю пробивающий все зерейтерный бродхед фиксированный он там разнесет на выходе даст там рану 7 сантиметров вот и больше 200 метров зверь никуда не уйдет поэтому нельзя сказать на короткие дистанции бери маленький на длинные дистанции большой вообще тесты показали что меньше 12 юм эта штука неэффективна вот все что короче оно используется как ручка и как стапилизатор не только бесполезны но и даже парадокс на дистанции до 30 метров вредны стабилизаторы на малые дистанции вредны значит здесь вот этот троферайт статик значит здесь регулируемый вот эти все штучки вынимаются вставляются вы можете регулировку этого стабилизатора осуществить как всегда здесь короткая вязочка здесь длинная вязочка для чего на большие дистанции я стреляю у меня короткая вязка мне с этим делать ничего не надо будет у меня перчатка и так далее у меня до зверя 100-150 метров на ближнем расстоянии у меня зверь может быть после этого да после выстрела сделать все что угодно поэтому мне надо быстро бросить лук если у меня здесь перчатка я начну дергаться я ничего не сделаю а здесь я раз и вынул у меня большая дырка здесь я одеваюсь перехлёстом вот это вот вязка под руку под стабилизатор лук на ближнюю дистанцию делается длинная вязка чтобы быстро его сбросить на большую дистанцию я стреляю у меня короткая вязка вот потому что я могу спокойно этот лук снять потому что до меня звери близко даже не добежит он даже не поймет откуда в него стреляли киверы киверы это колчаны которые крепятся на лук лучше конечно быстросъемные панорамные они есть уходят они уехать вот они пристегиваются у них есть специальная штучка на которой вешаются на самом деле больше 5 стрел в кивере носить бессмысленно лучше вообще-то если по птичке ходите ну 5 это максимум если по зверю 3 стрелы вот дело в том что вы когда вы вешиваете лук его ставите у вас всегда вес этого кивера и стрел мешает вам точно прицеливать не надо его таскать на луки потому что для этого есть колчаны если вы стреляете недалеко за ситочки или бротипопулю они коротенькие интерлоперы выпускают если вы решили расстрелять все вообще вокруг вы берете большой колчан вешаете его за спину у вас сюда помещаются наконечники разные стрелы здесь рассортировали ходите радуйтесь вот и в общем то конечно в колчан можно строить как сейчас модно фонари подсветки опустил лук он у вас светодиодами зеленым цветом подсвечивает спереди переключили кнопочку он у вас подсвечивает снизу стрелы но это опять же из вопроса а что бы еще придумать чтобы это хорошо продавалось никакого физического смысла это не имеет амортизаторы супрессоры так называемые это то что гасит вот эти все биения с последних лет они на луках регулируемые их всегда здесь два они ездят вверх-вниз уходят традиционно один он физически статичный значит для чего они нужны для того чтобы удар тетивы при ее спуске амортизировался и предохранял в общем всю эту систему в том числе и от холостого выстрела что у нас с холостым выстрелом если раньше на луки Берер я мог дать стопроцентную гарантию о том что от холостого выстрела с ними вообще ничего не бывает а допустим мэтьюсы от холостого выстрела разлетаются в дребедень то вот Беры с последними блоками вот этими клювообразными вот где капелька такая вот здесь сделана проточка под тетиву поэтому вот здесь только вот одна маленький кусочек металла если холостой выстрел а это спуск без нагрузки то есть без стрелы у вас происходит то могут искривиться блоки у Беров они у новых вот в этом месте как правило искривляются но вы ничего не заметите они потихоньку начнут гнуться от выстрела к выстрелу мне приходилось видеть луки у которых даже было там 12 холостяков подряд и вот этот клюв был согнут его можно выпрямить ручками обратно и еще стрелять но все это будет криво косо и в общем то после этого надо блок менять значит на хойтах на хойтах значит вся эта красота реагирует на холостой выстрел как правило разрывом тетивы кроме этого еще слабым местом значит хойтов являются подшипники вот здесь они сейчас закрыли а на карбон матриксе G3 карбон элемент G3 подшипники открыли попадают туда песочек перекос блока излом оси вылом этого подшипника и вот все вот так вот гуляет здесь и здесь блоки по цене отличаются примерно так же как и луки при этом здесь я могу его поменять сам взяв просто блок а здесь я без пресса и специального в общем то персонала который этим занимается тоже ничего не сделают значит супрессоры отчасти помогают гасить вот эти все вещи значит на других луках холостой выстрел появляется к тому что разлетаются вот эти вот супрессоры тетива дальше бьет по полке вылетает разбивается полка и даже вот здесь вот стоят обычно там охотничьи там полочки спереди бисквиты там если они с пластиковым кольцом тетива может вышибить и эту полку тоже то есть вот я встречался значит неоднократно с посредствами холостых выстрелов на мэдвисах в том числе то есть это вынос полки вынос блоков вынос супрессоров и вынос бисквита охотничьего которые даже не здесь вот как падающие становятся там спереди вот значит при этом любой один холостой выстрел конечно с большой вероятностью вам лук повредит очень серьезно поэтому сначала тренируйтесь тренируйтесь в общем-то у людей которые знают что вам преподают если вы собрались на охотники на охоту то у охотников значит категорически не рекомендуют заниматься во всяких спортивных школах и там что-либо спрашивать потому что у них есть определенная американская не самая далеко не самая лучшая школа которая рассказывает целую кучу всякого бреда по поводу стрельбы из лука максимум они в мужском разряде с кучей алюминиевых значков спереди и сзади стреляют на 90 метров для охотника это смешно луки которые предназначены для стрельбы на 150-200 метров не должны стрелять на 90 там да максимум потому что это не луки это не охота и это не охотники значит вот эти вот все кистевые релизы которые Т-образные значит они здесь это самое их прикладывают к щеке там к уху там к подбородку там в зависимости от школы куда угодно и когда вы выстрелили и у вас в руке находится релиз и зверь тем более хищник бросается на вас вот этот релиз потом можно себе только засунуть в одно место потому что с ним надо что-то делать если вы его бросаете и он у вас привязан то соответственно вы в рогульку куда попадаете и все вы попали а вам в случае чего нужно взять допустим там огнестрел вот или быстро спуститься куда-то или быстро подняться у вас рука занята спортивный релиз охота нет значит только запястный причем с самыми минимальными вот этими подвижными частями которые бальтаются наружу они бывают разные они бывают вот на застежечках отказать значит с большими небольшими и прочими вот этими штуками значит регулируемый столбик это очень удобно с точки зрения быстрого контакта то есть я ношу релиз я его раз схватил и он у меня себе то есть если у меня внезапно появляющийся зверь и я хожу на ходовую охоту вот этот релиз это то что надо вот а если у вас есть возможность немножко думать головой а не просто вот физически раз и так далее и весь время да то вот этот релиз мягенький он самый лучший в принципе вот поэтому по степени нужности этот хуже этот получше этот совсем хороший значит самая лучшая фирма которая производит релизы это true ball да девиз фирмы только христос ничем не лимитирован по этим они самым они говорят что всегда есть какие-то определенные ограничения на применение чего-либо и это еще раз подчеркивает то что я вам сказал только бог не ошибается да поэтому для спортсменов они выпускают Т-образные наплевать в охоте на них и забыть а для охотников они выпускают только запястные запястные у них мозгов больше чем спортсменов на российских лучных форумах это я вам отвечаю значит поэтому помня девиз true ball насчет Христа не стройте из себя умника покупайте то что вам рекомендуют в мире производители охота за пястный Т-образный отказать кроме того тетива в процессе эксплуатации ну конечно рассказывают что надо ее если лук не эксплуатируется три или шесть месяцев там снимать расслаблять там все остальное прочее конечно никто этим не занимается вот все рассказывают никто в это не верит вот периодически ее надо вощить а всегда вы собственно говоря нужный там вам дотяг вытек всегда болтами подрегулируете рука горячая воск разминается втирается и сидите втираете размазываете его и так несколько раз помогает собственно говоря и найти все погрешности в тетиве и сделать ее водо-влага защищенной и в общем-то от самой работы от трения кабала друг по другу значит она конечно приходит в общем-то в негодность естественно тетива имеет разные совершенно материалы поэтому там дейнафлайт 97 там или докроновые там нити или там разноцветные еще какая-то ерунда вы с помощью тетивы и блоков всегда любой лук можете загнать в любой фунтаж это такой маленький секрет значит поэтому обращайтесь с тетевой аккуратно вот и как только настрелялись научились не откажите себе возможности поставить себе хорошую тетиву или тетиву помощнее мощность луков и вообще регулировка вот этими болтами регулируется в обратную сторону отдаете плечи расслабляются здесь натяжение уменьшается для чего для того чтобы на бау фишинге не разбивать рыбу не палить на 15 метров на метр в землю вбивая дичь там вот или шокером не рвя утку там на части поэтому с ружьем в общем то ходят на зверя а с пушкой на слона поэтому с пушкой по куропатке стрелять не нужно максимум три оборота иначе получите на четвертом обороте это предел уже к пятому к шестому можете получить по лицу значит вот этими плечами именно поэтому вводится ограничение не больше трех для бэров четырех вот здесь написано четыре оборота максимум расслабление не забудьте насколько открутили чтобы понять всегда можно закрутить до упора а потом начинать обратно откручивать значит максимум на четыре значит изменения в фунтаже никто вам не скажет каждый лук регулируется одинаково и даже полежав они меняют фунтаж исходные показатели написанные на плечах вот здесь человек который замерял их вроде нашего УТК записал вот это вот усилие которое он измерил значит и здесь его собственно говоря нанес ко всем лукам идут соответствующие бумажки которые прилагаются вот и к бэрам идет книжечка где сказано про все луки бэры сразу одна и та же ко всем лукам на полках регулировки по точности так же как на прицелах вверх вниз здесь все ездят так и на полках регулируется что вот эти вот полочки вот она вверх вниз ездит что вот эти вот по направлению ездит то же самое есть здесь вот на этих полках NAPA патч ну NAPA хорошая фирма которая делает аксессуары поэтому на разных луках для разных целей я использую разные аксессуары вот и вот здесь стопорные большие быстрые эти самые винты которые позволяют без ключей ручками все это быстро настраивать тоже удобно вот значит здесь это реализовано не вот такими рычажками а вот такими маховичками стопорными тоже вариант во всех прицелах имеется подсветочка там батареечка вот покрутили щелкнули и вы никогда не забывайте в общем то делать эту процедуру потому что некоторые покрутили нащелкали себе здесь собственно говоря горящий результат положили у них батареечка села через пару дней и они после этого ходят еще такие батарейки значит у всех прицелов есть вот этот бак вот сбоку торчат светодиоды световоды и они в бок демаскируют лук светясь отсюда при подсветочке поэтому вот надо варом черной краски заливать вот этот вот торец чтобы он не демонстрировал вас засидки дополнительные аксессуары кроме полки и всего остального прицела пипсайдса д д вязки там или навесных колчанов или стабилизаторов бывают совершенно разнообразные они могут быть даже в виде фонарь стабилизатор лазерный целеуказатель гоупро камера и все что угодно специальные есть фирмы которые выпускают огромное количество поэтому вам нужно сначала определиться с тем что минимальное достаточное будет для стрельбы думать значит что можно еще покрасивее какие феньки повесить на этот самый стоимость обвеса лука достаточно высока когда вы покупаете лук вы смотрите там вот этот лук стоит 25 там 27 тысяч 30 тысяч и думать мне хватит я нормально пойду оказывается что допустим прицел фьюз допустим 8 с половиной тысяч стоит там полка 7 с половиной тысяч вы так посмотрели а у вас на трех аксессуарах уже набралась стоимость целого лука поэтому в первую очередь сначала надо покупать лук и не совсем обязательно сразу покупать последние самые аксессуары потому что с луками бр нормально можно стрелять на собственно говоря обычных полках клипсах на самых простых полках там за 600 рублей zero там вот без кира прицел можно ставить не вот эти вот самонастраивающиеся так называемые сматы смартпин 1 или смартпин реакт тоже большие деньги достаточно стоят а там допустим троферайт микро 5 или там микро 3 главное чтобы был длинный вынес и так далее это все сразу вдвое удешевляет цену и упрощает вам жизнь да поначалу можете поставить самую дешевую там полку бисквит для того чтобы вообще просто научиться стрелять стабилизатор хороший вам тоже для начала не обязателен поэтому и тренироваться можете начать с какими-то там стрелами попроще вот для того чтобы основные затраты в общем-то все-таки у вас пошли на хороший лук чтобы сам лук в общем-то как база у вас уже был и вы на нем дальше уже понимали достаточно в общем-то ясно что вам на него еще нужно или не нужно в зависимости от тех результатов которых вы достигнете в стрельбе этим луком потому что некоторые берет там фунтаж а растянуть лук не может прицел там вот как этот на 85 ярдов вообще вот я с ним стреляю на 200 метров и мне вот эта маркировка 185 ярдов совершенно не парит настроить можно все что угодно на что угодно а стреляет всего на 40 и то в мишени там вот значит пипсайты вот эти вот все продвинутые ну обычное достаточно колечко трехмиллиметровое и слава богу вот стабилизаторы опять же там такие сякие там да достаточно просто ручку обычно обычно а то и вообще без стабилизатора если вы стреляете на дистанции где-то около 30 метров а он тоже не обязательно как совершенно не обязательно крага вот не обязательно крага да для этого нужно просто один раз научиться правильно ставить руку вот у меня почему-то там да за всю жизнь один раз был случай что у меня еле-еле коснулась там стрела там у меня там сантиметра два был синячок в самом начале когда я только учился там стрелять и то это произошло на луке Matthews S2 вот на этих луках у меня за всю жизнь кроме после этого никогда не было ничего подобного вот значит а вот то что зацепляется за крагу часто тетива или что в этом случае там проводит рука потеет и все остальное прочее это да неудоб смаза смысла никакого вот значит сразу просто хочу вам сказать что в принципе для всех манипуляций с луками достаточно обычных там каких-то китайских ключей если вы там располагаете с такими большими какими-то средствами которые вам позволяют в общем-то покупать что-то подороже вы можете купить плечи горилла там не знаю вот ключи есть там вот либо горилла там да вообще на самом деле казалось бы они должны быть одного типа размера однако ж нет вот когда мы на разные вещи их примеряем оказывается что они в общем-то не совсем все куда-то туда попадают на самом деле лучше иногда примерить к вашему оборудованию те и те ключи в магазине и убедиться что подходят они как родные потому что бывает иногда что в общем-то какой-то там вот ну допустим это конечно эклинт США какой-нибудь китаец подойдет там все-таки ближе к чему-то значит нежели все остальное в принципе можно какой там нож браунин там да комбинированный вот эти вот все те же самые ключи они встроены в нож там да да еще с фонарем и так далее вот в принципе это все уже по мере эксплуатации у вас там наберется единственное что к этому ко всему вам для начала нужен еще конечно пулер для того чтобы захватывать стрелу и выдергивать ее из мишени мишень с собой всегда надо иметь потому что на охоту придя вы не знаете что у вас с луком было на хранении при транспортировке вот в прошлой эксплуатации и так далее и вы должны проверить как он бьет а иногда дистанция для цели у вас становится строго определенной вы на засидке сидите и знаете где у вас там стоит эта бочечка с приманкой поэтому может быть вам там не надо там 50-60 а вам нужно точно именно 55 метров чтобы потом не вымерять там и не ругать себя что у вас поставили там мишеньку залезли вверх стрельба в уклон это совершенно другой прицел несколько раз выстрели нужный пин подогнали на мишеньку на свою слезли забрали эту мишеньку все у вас все нормально у вас конкретный определенного света пин выставлен на заранее подготовленную позицию вам не надо соображать и вспоминать какой же пин на этом луке у меня вот на этом самом какая дистанция вот у луков достаточно много других монтажных мест которые можно использовать под киверы там еще под какие-то другие навесные приспособления и так далее вот их можно использовать под штатные и под нештатные какие-то вещи которые производятся другими совершенно производителями в принципе все это можно заказывать либо покупать конечно на ебэй но в первую очередь надо смотреть что рекомендует собственно говоря сам производитель потому что лучший враг хорошего как правило самый лучший результат дает самое простое понятное оборудование и вы в процессе охота никогда не забывайте что с этим делать зачем оно нужно ни за что оно не зацепляется не путается в общем-то и не валяется наконечники и все остальное прочее лучше с какими-то запасными частями там с ногами с ключами там с шайбочками с шоками с перьями с каким-то клеем всегда носить с собой там в определенной какой-то такой небольшой аптечке да которая там вместе с какими-то там быстрыми хомутами поможет вам все это на месте там закрепить повесить успокоиться и там в спешке не искать там какой-то стабилизатор или потерялся у стрелы там любимый ног вот все это чтобы не разыскивать вот соответственно конечно вот эти вот все вещи там допустим чтобы рука хорошо чувствовала там там самогрея там грелки для рук какие-то там да на шапочку там какой-то фонарик там все это конечно здорово но когда вот с этим вот потом все это начинается значит стреляться вот это все начинает мешать вываливается лезет не туда и в конце концов получается значит что-то достаточно смешное поэтому никогда не стремитесь к обилию чего-то пытайтесь минимизировать свое снаряжение даже если у вас достаточно денег поэтому если я стреляю на большие дистанции да не нужен мне здесь кивер вообще вот потому что во-первых это мне усложняет прицеливание стрельбу во-первых во-вторых на такой дистанции значит вторая стрела мне вряд ли понадобится вот значит другое дело если я иду по полю вот и мне нужно у меня взлетает фазан куропатка или перепил там или еще что-то там убегает вот да мне нужен кивер но тогда мне нужен легкий кивер с одним подвесом в верхней части чтобы он мне здесь не путался и я мог значит этим хорошо пользоваться вот значит если я иду и стреляю с большим диапазон возможной дистанции у меня полка должна быть захватывая в стреле вот там да а если я даже беру там дорогую полку на вот здесь стрела будет болтаться и может даже выпасть вот хотя эта полка стоит там 7 с лишним тысяч вот отсюда она не выпадет но для стрелы стрельбы тяжелой стрелой на большое расстояние мне нужна такая потому что она имеет четко выраженный низ а здесь низ полукруглый и стрела там лежит с большим возможностью болтаться поэтому на маленькие дистанции я ставлю именно эту полочку на большие я ставлю эту полочку поэтому в первую очередь вся комплектация вашего лука она зависит в первую очередь от объекта охоты потом от ваших физических антропометрических данных после этого там от лука замеров и всего остального прочего и так далее и это всегда значит комплектуется конкретно под вас под конкретную задачу на конкретном месте и все вместе потому что чтобы стрелять далеко надо поднимать пипсайты или иметь два пипсайта чтобы стрелять далеко нужно иметь дальний прицел на большом выносе есть возможность значит заказывать из-под хоги вот значит либо смарт пин ван на малых дистанциях с большим разбегом по зверю который перемещается до дистанции большой ширины визир большое количество пинов горизонтальный и вертикальный горизонтальный в зависимости от того если зверь у вас идет справа они вам все закроют если зверь идет слева это то что надо но если у вас зверь догонный угонный большое количество пинов значит большое количество пинов они позволяют значит как раз правильно располагать эти пины если от вас или на вас набегает зверь вам нужны горизонтальные пины если зверь идет слева или справа то есть он мимо пробегающий на тропе за ситкой вам нужны вертикальные пины это зависит только от объекта охоты а не надо придумывать глупости лучше прицел с горизонтальными пинами или с вертикальными какая ситуация тот и прицел на большие дальности однопиновый на маленькие с большим визиром многопиновый убегающий догоняемый горизонтальный влево вправо перемещающиеся поле засидка тропа вертикальный только от объекта охоты то же самое со стрелами а профессор преображенский не читайте на ночь советских газет так других же нет вот никаких и не читайте я вас прошу не читайте идиотов которые содержат лучные формы для того чтобы забрабатывать деньги продажей китайского товара везенного без налогов это единственная цель всего бреда который гонят на них всякие разные спортсмены которым по труду 13 лет стреляют они два года попали один раз на 50 метров и друг другу алюминий значок повесили где они все там на этих самых побегах там на международных там турнирах и так далее там стреляют три человека которым уже бог знает сколько лет из них двое из-за Урала вот из мужиков там вообще ни одного нет нормального вот поэтому значит с точки зрения охоты и спорта никакие спортивные советы для охоты не годятся общую логику я вам комплектование луков рассказал поэтому включайте свою собственную голову и подбирайте оборудование которое соответствует друг другу а не то что самое лучшее самое дорогое или еще там остальное какое-то прочее все делается под задачу вот этот для дистанции стрельбы больше ста метров вот этот я использую зимой угонодогонная дичь значит от двадцати до восьмидесяти они поэтому вот такие разные да я с черным могу стрелять издалека вот и мне больше это так нравится а здесь я должен быть там максимально там незаметный осень весна по рыхлому снегу вот и у меня все это дистанции все плавают бегают потому что охота у меня ходовая вот там зеленые там или еще какой-то камуфляж так далее но они резко убойные на них там стоят мясорубки там по десять сантиметров они предназначены для того чтобы в пересеченной местности стрелять по внезапно по появляющемуся зверю там на дистанции шестьдесят восемьдесят метров каждый лук собирается под конкретную охоту точно так же как любой охотник собирает свой боеприпас ружье и различное снаряжение выбирает дробь калибр боеприпас вставляем мы там в патрон там да и берет оружие там нарезное гладкоствольное ничем не отличается каждый лук для своей охоты вот это основные моменты которые я вам хотел пояснить вы со всем остальным в общем-то можете разобраться сами прочитав несколько сотен моих статьи и видео которые везде по интернету есть во всех поисковых запросах первые места занимают поэтому я не думаю что у вас возникнет с этим какие-то проблемы и главное что вам нужно значит включить голову прежде всего потому что лук он развивает не только мышцы не только дает здоровье но в первую очередь он развивает голову а вот у кого не развито ни то и ни другое тот и стреляет на охоте на 40-60 метров ни головы ни здоровья и луки соответствующие вот а с этими машинами можно охотиться на 150 метров это запросто а если захотеть то и на 200 Андрей Шалыгин National Explorer Interloper всего вам доброго крfullе 2 и